Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Тема нашего сегодняшнего вебинара это объединение фондов, которое нас ждет с нового года, с 1 января. И поговорим мы сегодня о всех тонкостях, которые с этим будут связаны. Ну и соответственно зацепим немножко программное обеспечение, на что нужно будет обратить внимание. Вести вебинар буду я, консультант-аналитик Галина Гардышева. Вы видите на экране контакты нашей компании, электронная почта, телефоны и адрес сайта. Если вам по какой-то причине не удастся досмотреть наш вебинар до конца или время оказалось неудобно, через некоторое время мы выкладываем записи на сайте и вы можете посмотреть этот вебинар, может быть вас заинтересуют какие-то другие темы. Ну естественно мы будем очень рады, если вы будете обращаться к нам с вопросами в любом удобном для вас формате, что в электронном виде, что по телефону. В этом случае мы будем иметь больше времени для подготовки отчета по вашему вопросу и он уже будет соответственно более адресным и более конкретным. Итак, что мы будем с вами сегодня обсуждать. Мы с вами будем сегодня говорить про изменения нормативной базы, то есть на слайдах я буду показывать именно нормативные документы, нормативную тематику и мы будем с вами переключаться на демо базу. Сейчас я на нее переключусь. Демо база ERP. И соответственно будем некоторые вещи смотреть уже в базе, как это должно быть в натуре, так сказать. Хочу обратить ваше внимание, что поскольку сейчас очень много всяких изменений произошло и в налоговых документах и в регламентированных формах отчетах, то обязательно нужно следить за актуальностью релиза вашей базы. Посмотреть какая у вас база можно вот по этой пиктограммке, то есть если мы переходим на нее, то по информационной ссылке, это вот такой значок и с точечкой, мы можем посмотреть сведения о программе, то есть у меня сейчас на демо базе уже довольно старый релиз. Мы показываем его совершенно сознательно, чтобы можно было сделать акцент на том, где что изменяется при обновлении. Сейчас уже вышла версия 2.5.8, 2.5.9 извините, в ней достаточно много изменений, то есть начиная с версии 2.5.7 изменения очень существенные и нужно учитывать, что при внесении этих изменений немного изменяется интерфейс, то есть функциональность остается та же самая старая, а интерфейс будет немножко отличаться. В связи с этим, когда вы будете готовить отчетность, обратите, пожалуйста, особое внимание именно на релиз вашей конфигурации, потому что может оказаться, что какие-то формы отчетов у вас недоступны, поскольку в этом релизе их еще не было. Сейчас мы снова с вами вернемся к нашим слайдам. Немножко об истории, так сказать, балета, об истории принятия решения в объединении фондов. Разговоры, тема, точнее, поднималась уже больше 10 лет. В феврале прошлого года в правительстве была выдвинута идея о реформе пенсионного фонда и фонда социального страхования. Ну, соответственно, целью благородной сделать официальные услуги более доступными и более быстрыми, но для разработки нормативных актов и взаимосвязанных законодательных актов потребовался целый год. В настоящий момент в налоговый кодекс принято достаточно много поправок, а также в бюджетный и трудовой кодексы. Естественно, не забыли про изменения КААПа. И в связи с этим, так сказать, для бухгалтера практически нужно все время быть в тонусе, потому что изменения идут очень быстрые и масштабные. И объединение фондов – это, в общем-то, достаточно революционный масштабный проект. 14 июля 2022 года президентом был подписан федеральный закон о фоне социального и пенсионного страхования. То есть это закон, который будет регулировать деятельность уже нового государственного учреждения, поскольку создается объединенный фонд. Ну, законодатели считают, что объединение фонда повысит доступность услуг, но для бухгалтеров это, естественно, дополнительные трудозатраты. Ну, во-первых, потому что надо разобраться во всех тонкостях, которые связаны с объединением фондов. Во-вторых, нужно разобраться с едиными налоговыми платежами, поскольку с объединением фондов у нас связаны и единый налоговый платеж, и реквизиты, и КБСА. Ну, то есть стать вообще вредно, нужно повышать образовательные уровни. С первого января, то есть объединение фондов у нас будет обязательной с первого января для всех, без исключения налогоплательщиков. То есть если, допустим, при введении в эксплуатацию, так сказать, ФСБУ, например, ФСБУ 6.26.26.2020, предполагалось, что некоторые предприятия, которые соответствуют определенным критериям, могут не применять эти положения, то при объединении фондов, соответственно, таких исключений уже не будет. В качестве лимита для начисления теперь тоже предложена единая сумма, то есть это проиндексированный показатель верхнего уровня лимита, действующий для взносов на обязательное пенсионное страхование в настоящий момент. Здесь нужно напомнить, что сейчас верхние пределы по страхованию на материнство и на пенсионное обеспечение сильно отличаются. А вот медстрах и страхование от несчастных случаев и профзаболеваний таких лимитов не имеют вовсе. Единая база налогообложения предполагает, что взносы станут начислять свой год, который осуществляется по договорам ГПФ. Вот это достаточно революционные изменения, потому что раньше не облагались страховыми взносами за исключением несчастных случаев и профзаболеваний. То есть до конца года эти суммы еще освобождены от начисления взносов, а вот уже после нового года они будут в полном объеме попадать в базу для начисления. Ну и, соответственно, изменения, которые вызывают объединение фондов, затронут еще и, соответственно, выплаты по больничным листам, которые также могут осуществляться и для сотрудников по гражданско-правовым договорам. То есть на это нужно обратить внимание, что если у вас человек работает по ГПХ и принес больничный, то с нового года этот больничный попадает в общую базу и будет по общим правилам оплачиваться. Будут введены единые тарифы, то есть стандартный тариф будут делить на две части. 30% практически, как и сейчас, в пределах МРОД по каждому работнику. А вот если зарплата работника выше, чем МРОД, то сумма оставшаяся, то есть выше МРОД, будет облагаться по льготному тарифу, то есть 15,1%. Отдельных тарифов, как у нас сейчас есть, на пенсионное страхование, медстрахование и так далее, больше не будет. Фактически новые тарифы приравнены к ныне действующим для малых предприятий. Взносы от несчастных случаев, так же, как и сейчас, не будут входить в общий тариф. Сейчас они зависят от АКВЭД и их оставят в зависимости от класса профриска, то есть от класса, который присвоен данному коду АКВЭД. Сейчас есть две предельные базы по начислению взносов в общем порядке. Для пенсионного страхования эта предельная база составляла 1 миллион 565 тысяч рублей. Если сотрудник за год заработал больше этой суммы, то на разницу мы начисляли взносы по пониженной статте. 10 процентов вместо 22. По социальному страхованию предельная база была 1 миллион 32 тысяч рублей. На разницу дохода также применяется пониженная ставка. Вместо 2,9 ставка будет, ставка нулевая. Это то, что у нас действует сейчас. В общем-то, к чему мы уже достаточно привыкли, но тем не менее, практически вот все поправки, которые внесены в 22-м году в налоговый кодекс, это, в общем-то, на 90 процентов революционные поправки, и к ним нужно быть готовым. Нужно учитывать еще то, что в декабре, во всяком случае, во второй части, будет достаточно много обновлений по программному обеспечению, где, соответственно, будут учтены эти нормы. И будут новые формы регламентированной отчетности. Сейчас многие формы еще не разработаны или не утверждены. Поэтому нужно внимательно смотреть за обновлениями, читать инструкции, то есть, соответственно, включать будет некогда. Если сейчас мы сдаем четыре формы в пенсионный фонд и по одной в соц. страх и в налоговую, ну, соответственно, у каждой формы свои даты подачи, бланки и правила заполнения, то в 2023 году вместо шести форм будут две. И еще появится новая форма о сотрудниках для налоговой инспекции. И вот здесь ну, зарыта небольшая ложка дегтя. То есть форма-то у нас будет одна, ну, точнее, две. А вот подавать мы их будем несколько раз. Немножко ниже мы про это поговорим. Но единая форма сведений в фонд, единый фонд социального страхования будет подаваться ежемесячно до 25 числа. Хочу напомнить, что связано это с тем, что оплата налогов по единому налоговому платежу должна осуществляться до 28 числа. Расчет по страховым взносам в налоговую инспекцию будет подаваться раз в квартал, тоже до 25 числа, но уже месяца следующего за прошедшим кварталом. А персонифицированные сведения о физических лицах и выплаты, которые в их пользу будут произведены, необходимо будет подавать до 25 числа, тоже месяца следующего за прошедшим. В принципе, это достаточно непривычно, но для каждой части отчета будет своя периодичность и свой срок сдачи. Ну, например, для СЗВТД нужно будет о приеме на работу подавать данные не позднее следующего рабочего дня после оформления трудового договора. А вот по остальным кадровым мероприятиям, то есть, например, перемещение, изменение окладов, ну, то есть, другие кадровые документы должны будут войти в отчет в срок до 20 числа следующего месяца. Раздел 4 ФСС останется так же, как и сейчас, свежеквартальным, а СЗВ стаж раз в год, то есть годовым. И, соответственно, он будет подаваться только в том случае, если у вас будут уметься работники с особыми условиями труда, которые являются основанием для расчета досрочной пенсии, то есть по горячей сетке. Как мы видим, отчет формально один, а на практике получается, что сдавать его придется несколько, как будто это разные отчеты. Еще один момент, что в объединенный фонд будет сдаваться отчет, который объединяет в себе информацию из действующих форм, то есть и СЗВ, это ДФС, СЗВ стаж, ДСВ, то есть добровольное страхование, и четыре ФСС. Соответственно, в него будут включены сведения о самом работнике, то есть СНИЛ, с фамилиями отчества, периоды работы, в том числе, которые включаются в стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии или на повышение фиксированной выплаты к пенсии. Сейчас это отчет СЗВ стаж, ну, будет это включено в общий отчет, и, соответственно, вот этот пункт, это периоды работы, которые по горячей ставке и дают право применять нестандартный возраст выхода на пенсию, то есть досрочный, и применение повышенных коэффициентов. Даже должны будут включены сведения о трудовой деятельности, то есть то, что мы сейчас отражаем в СЗВ ТД, в этом случае обратите внимание, что СЗВ ТД, ну, как бы, должно учитывать и учредителей. А если у вас будут сотрудники по ГПХ, то должны быть указаны даты заключения, даты прекращения, ну, какие-то другие реквизиты, если они у вас присутствуют, номер договора ГПХ и так далее. А сведения о дополнительных взносах на накопительную пенсию, если такие взносы были уплачены. Обратите внимание, что именно были уплачены. И сейчас это отчет ДСВ 3. Ну, и, соответственно, иные сведения для правильного назначения страховой накопительной пенсии или каких-то иных видов страхового обеспечения по соцстраху. То есть, в принципе, с одной стороны, информация обобщается, и в этом плане будет легче. С другой стороны, во-первых, в этом надо внимательно разобраться и, соответственно, подготовиться. Что я имею в виду под словом подготовиться, мы поговорим тоже немножко позже. То есть, это локальные нормативные акты и так далее. То есть, что предприятие должно подготовить в своем локальном документообороте для того, чтобы с 1 января уже можно было применять вот эти изменения на практике и не бояться, что вы что-то упустили из виду. Ну, естественно, и штрафы тоже претерпели изменения. То есть, с 2023 года изменения, которые будут, вы видите вот в табличке на экране. То есть, например, сейчас сумма штрафа за предоставление недостоверных сведений о работниках, ну, возможно, вы где-то сделали ошибку, возможно, какие-то сведения упустили. То есть, в 2022 году этот штраф за это составляет 500 рублей за каждого работника. Этот штраф в 2023 году не изменяется и также составит 500 рублей за каждого работника. По срокам. Вот здесь вот есть изменения. Сроки уплаты штрафа сейчас у нас идут в течение 10 календарных дней от даты получения требования от пенсионного фонда об уплате штрафа. А в 2023 году это будет в течение 20 календарных дней от даты получения требования от единого фонда об уплате штрафа. То есть, вроде бы, срок увеличен, и это плюс. А вот следующая строка это достаточно новый подход для, во всяком случае, налоговых органов. Это снижение штрафа. То есть, сейчас по такой схеме работает ГИБДД. То есть, если вам выставляется штраф за какое-то нарушение, вы его оплачиваете в течение оговоренного периода, то вы можете оплатить 50% от выставленной вам суммы. А теперь такой же подход будет применяться и к штрафам по единому объединенному фонду. То есть, снижение штрафа сейчас, на данный момент, не предусмотрено. Можете только написать письмо в налоговую или в пенсионный фонд поплакаться, написать, что это первый раз, и мы справимся, и никогда больше не иметь. В этом случае может быть пересмотрена сумма штрафа и применена, например, минимальная ставка. В следующем году, если вы оплачиваете штраф в установленный срок, то есть, в течение 20 календарных дней, то у вас штраф снижается на 50%. То есть, вы заплатите не ту сумму, которая выставлена, а можете оплатить только 50%. То есть, есть резонт постараться уложиться в тот срок, который обозначен в требовании. Освобождение об ответственности. Освобождение от ответственности. Ну, это действует и сейчас, и планируется, что это будет действовать и на следующий год, что если компания подает уточненку в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления об устранении нарушения. Обратите внимание, это не совсем как бы традиционный порядок, потому что сейчас, если вы обнаружили сами ошибку, то вы можете подать уточненку без соблюдения сроков пять рабочих дней, то есть, подать уточненку, но чтобы при этом не нарваться на штрафные санкции, вы сначала должны рассчитать, сколько вы должны доплатить, чтобы не было недоимки, перечислить эту сумму и уже потом подавать уточненный расчет. Здесь, как мы видим, немножко другой подход, то есть, уже берется дата уведомления и от даты уведомления есть пять рабочих дней для того, чтобы устранить нарушение либо дать пояснение налоговой инспекции или фонду о том, что вызвало эти нарушения и что вы предприняли, то есть, например, подаете уточненную декларацию. То есть, в принципе, не возбраняется, если вы ошибку нашли сами или, например, вы не успеваете, вы увидите ошибку, но не успеваете ее откорректировать, то вы можете отправить отчетность и, соответственно, после этого в лихорадочном темпе делать уточненку, уплатить недоумку и подавать эту уточненку. Но здесь есть тоже один момент. Большая-большая ложка дегтя на все вот эти вот снижения штрафов, освобождения об ответственности. Эта ложка дегтя заключается в том, что в этом году с июня месяца действует положение о том, что налоговые органы могут счесть предоставленную вами отчетность непредоставленной. То есть существует список критериев, по которым налоговые органы или могут вынести такое решение. Среди пунктов их 11 среди этих пунктов такие, как подписание отчетности неуполномоченным лицом, подписание отчетности дисквалифицированным лицом, то есть если на момент подписания его дисквалификация еще была действующая, подписание отчетности умершим лицом, как бы вообще понятно, и вот самый неприятный момент, это подписание отчетности лицом, у которого внесены недостоверные сведения. Вот это очень часто встречающаяся ситуация, когда, ну, например, ваш руководитель имеет электронную цифровую подпись, оформленную в налоговой, она действует, с ней все в порядке, но за период между выпусками этой подписью, он, например, поменял паспорт по возрасту, или у него было бракосочетание, он сменил фамилию, ну, соответственно, паспорт. Вот в этом случае получается, что сведения, которые внесены в ЕГРЮ, и те, которые зарегистрированы в официальных органах, будут расходиться. В этом случае ваш руководитель попадает во все черные в списке, и, соответственно, предприятие тоже, потому что у нее возникает недостоверное сведение о лице, действующем бездоверенности. Поэтому нужно очень внимательно следить, когда у ваших руководителей или тех, у кого оформлена подпись для отчетности, происходят какие-то изменения, и очень быстро вносить изменения в ЕГРЮ, потому что попасть в такие списки очень несложно, а вот снимать свое предприятие из такого черного списка это достаточно трудоемко и происходит тоже не в один момент. Следующее, о чем мы поговорим, это то, что естественно объединение фондов приводит к глобальным изменениям в части формирования и отчетности, и платежей. Поскольку со следующего года планируется ввести единый налоговый платеж, то соответственно будет изменена и форма платежек. То есть планируется отменить коды бюджетной классификации, поскольку будет единый платеж, что в принципе расшифровка по кодам вроде как становится ненужным. Поскольку единый налоговый платеж подразумевает, что вы отправляете всю сумму, которая полагается одним налоговым платежом, который в последующем фискальные органы будут уже распределять по налогам самостоятельно, то соответственно коды бюджетной классификации в этом случае ну во-первых становятся ненужны, а во-вторых в общем-то теряются свою смысловую нагрузку, то есть по ним уже не надо отслеживать куда зачислен платеж. С одной стороны это очень даже хорошая новость, потому что сейчас достаточно ошибиться в какой-то цифре КБК и ваша платежка зависает на неопознанных платежах и вы находясь в полной уверенности, что у вас все благополучно, вдруг обнаруживаете, что у вас есть долг перед налоговой и нужно разбираться на какой КБК что попало, писать заявление о взаимозачете и так далее. Ну и соответственно, как я уже говорила, сроки уплаты тоже изменяются, то есть сроки уплаты смещаются на 28 число. Ну поскольку, скажем так, вот эта сама процедура объединения фондов вызывала достаточно много споров и боданий между разными органами, предлагались варианты, что последний день перечисления должен быть 25 число или даже раньше, но соответственно, если бы это было 25 число, то соответственно и сроки сдачи отчетности тоже предполагались более ранее. Однако проводились опросы и среди бухгалтеров, и среди других специалистов и в итоге остались те сроки, которые мы с вами видим, то есть отчетность до 25 числа, поскольку по ней можно определить и разнести данные и 28 числа срок уплаты, то есть когда данные отчетности уже должны быть отработаны. Во всяком случае, на текущий момент сроки у нас пока такие, хотя до 1 января могут быть отнесены еще какие-то корректировки. Это вот более подробно вы сейчас видите на экране то, о чем мы только что поговорили. Поскольку плательщиками налога в объединенный фонд являются все без исключения страховательные, то соответственно и оплата должна производиться всеми страхователями. Единственное исключение это в случае если ваше предприятие или ИП применяет автоматизированную упрощенную систему налогообложения АУСН. Это новый режим, который в этом году введен в 4 пилотных регионах, то есть это Москва и Московская область, Калужская область и Татарстан. Но вот здесь есть еще одна ложечка дегтя, которая как вы видите эти ложечки дегтя накапливаются и в общем-то портят такую радостную картину. То есть если с нового года у нас становится обязательным единый налоговый платеж, а применять упрощенную автоматизированную систему налогообложения имеют право только те предприятия, которые не являются платежиками единого налогового платежа, то соответственно возникает разрыв шаблона. То есть если вы решили применять автоматизированную упрощенку, то вы не можете применять единый налоговый платеж. если вы проходите по критериям, которые касаются АОСН, то есть это что ваш доход не более 60 миллионов и у вас не более таких сотрудников, то казалось бы очень радостно мы можем систему налогообложения. Но не тут-то было, если вы с нового года являетесь плательщиками единого налогового платежа, то применять автоматизированную упрощенку вы уже не имеете права. Возможно будут внесены какие-то корректировки, но пока на данный момент эта ложка дегтя делает автоматизированную упрощенку недостижимой мечтой. Потому что по этой системе, во всяком случае для малого и среднего предпринимательства это очень аппетитная система, потому что она, во-первых, освобождает от задачи налоговой отчетности, это будут делать самостоятельно фискальные органы, а во-вторых, освобождают предпринимателей от уплаты фиксированного взноса, ну и в-третьих, если у предпринимателя есть все-таки наемные работники, то там возможно применение пониженных ставок. То есть, с одной стороны, это выглядит очень привлекательно, а с другой стороны, там достаточно много ограничений, которые делают применение автоматизированной упрощенки невозможным. Ну, соответственно, с 23-го года вырастают максимальные размеры пособий по временной нетрознеспособности, по беременности, родам и по уходу за ребенком. Вызвано это несколькими причинами. То есть, во-первых, тем, что установлен единый тариф без разделения по видам страхования. Во-вторых, тем, что увеличены пределы, верхние пределы баз для начисления взносов. Ну, и третье, расширение круга лиц, с выплат которых необходимо будет начислять взносы. Ну, в частности, очень ярким показателем является пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности. Если раньше у нас пособие, хоть и небольшое, там порядка 560 рублей, получали абсолютно все, без исключения женщины, которые встали на учет, то теперь это пособие, во-первых, выросло и выросло очень существенно, а во-вторых, оно теперь будет назначаться не всем, а только тем, у кого прожиточный минимум в каждой члене семьи, точнее, средний душевой заход будет ниже, чем прожиточный минимум. То есть, соответственно, его уже получат не все, но те, кто получит, получат его, конечно, в большем размере. Также с 1 января 2023 года, то есть со следующего года, утрачивают силу некоторые пункты налогового кодекса. Ну вот, в частности, это статья 422, второй пункт, второй постпункт. В соответствии с этим, страховыми взносами, ну и, соответственно, взносами на материнство не облагались гражданскоправовые договора. Сейчас полностью попадает все под налогообложение, то есть договора по ГПХ теперь облагаются в таком же порядке, как и обычные трудовые договора. Ну, сюда относятся также договора авторского права, и в этом случае есть только одно условие, если исполнитель работ не является самозанятым лицом. Еще одно условие, которое здесь должно соблюдаться, это пособие подрядчику выплатят, если в предшествующем страховому случаю году с его вознаграждения перечислено взносов больше, чем составляет стоимость страхового года. Раньше указанные лица не имели права на получение денег по больничным листам, поскольку они не были застрахованы в рамках материнства, и соответственно таких пособий не получали. Можно было встать на учет в фонде самостоятельно, заплатить стоимость страхового года, и тогда больничные листы фонд бы оплачивал. Но, как вы понимаете, в этом случае получается, что такие желающие спонсировали бы соцстрах на год вперед, поскольку нужно было заплатить, оплатить стоимость страхового года до начала страхового года. Вот будете вы болеть в следующем году или не будете, и если будете, то сколько естественно никто не мог бы сказать. Но, поскольку пенсионный фонд ФСС фактически упраздняется и на их месте создается новое, организация, то вот в этом случае возникает необходимость внести изменения в ваши локальные акты. Это вот то, о чем я говорила несколько выше. Что такое локальные акты? Ну, во-первых, естественно, нужно будет в программе создать новую организацию, изменить название фонда, ну, то есть внести реквизит этой новой организации, то есть объединенного фонда, ну, а во-вторых, желательно прописать порядок взаимодействия с этой новой организацией, поскольку при объединении фонда переходного периода не будет, и, соответственно, к Новому году у вас должны быть уже готовы все локальные нормативные акты. в этом случае нагрузка ложится в основном на кадровиков, соответственно, нужно будет переделать положение о примировании оплаты труда, ну, то есть все локальные акты, которые касаются кадрового учета, ну, и для бухгалтеров там тоже, так сказать, работы будет немало, поскольку нужно будет проверить настройки, которые касаются зарплатных блоков, и, соответственно, внести изменения и в шаблоны платежных поручений, и в адресаты получателей, и реквизиты, ну, то есть нужно будет, так сказать, подкорректировать, чтобы у вас к 31 декабря все было готово, и после новогодних праздников вы уже могли не забивать себе голову этими настройками. Естественно, нужно будет подкорректировать порядок выдачи справок вашим сотрудникам, ну, то есть, если у вас запрашивают, например, справки о МДФЛ, вот в этом случае обратите внимание, что поскольку отчетность 6 МДФЛ у нас тоже претерпела изменения, и теперь справки 2 МДФЛ входят как приложение к этой отчетности, и вроде бы вы не должны выдавать справки 2 МДФЛ сотрудникам, но здесь есть тоже интересный момент, то есть согласно тому, что налоговые органы должны в открытом доступе размещать сведения 2 МДФЛ, но эти сведения они будут размещать, должны размещать не позднее июня следующего года, то есть, соответственно, если человеку понадобилась такая справка, например, в марте, феврале и так далее, то он придет за этой справкой к вам, и вы не можете отказать ему выдачи этой справки, но справка осталась такая же, как и есть, информация в ней осталась такая же, как и заполняется сейчас, и принцип формирования этой справки абсолютно тоже такой же, но у нее изменился штрих-код, то есть теперь справка 2 МДФЛ, которую вы должны выдать на руки сотрудникам, имеет другой штрих-код, и при выдаче такой справки необходимо на это обращать внимание, потому что иначе, если эта справка требуется в какие-то серьезные организации, то она может не пройти, и соответственно вам добавятся дополнительные работы, плюс негатив от сотрудника и от работников органов, куда должна была эта справка быть представлена. Ну и еще к локальным актам, на которые стоит обратить внимание, это относятся приказы о назначении ответственности за формирование отчетности. Ну и естественно, чтобы уже если все причесывать, так причесывать как надо, то это должно быть и новая должностная инструкция, ну и прочая сопутствующая документация. То есть как видите, мы с вами говорим уже достаточно долго, но пока мы только занимаемся обзором нормативных документов, потому что на самом деле в программном обеспечении 1С сейчас пока вот эти изменения еще не отражены, то есть в новых релизах это не отражено, нашли отражение в программном обеспечении только мобилизационные мероприятия, мы о них тоже немножечко позже поговорим, вернемся к этому. В связи с объединением фондов и обложением взносами гражданско-правовых договоров появляется еще одна дополнительная вводная, то есть поскольку исполнители по таким договорам получили право на оплату больничных, то в случае больничных естественно придется их заменять, соответственно увеличится количество договоров. Ну и необходимо будет корректировать трудовые договора с иностранцами, при этом ассоциация иностранцев, то есть это типа подданные европейских стран, в этом случае как бы не совсем верно, потому что под иностранцами в данном случае понимаются в основном гастарбайтерами, то есть это жители других республик бывшего Советского Союза, которые с удовольствием едят к нам на работу, которые временно прибывают в России, и поскольку они теперь могут получать медицинскую помощь по ОМС, то в этом случае в трудовой кодекс тоже внесли поправки, согласно которым с 1 января 2023 года иностранцам больше не понадобится полис добровольного медицинского страхования для трудоустройства в России, то есть до этого момента в миграционные службы подавали сведения, ну соответственно паспортные данные, разрешения там или патент и полис добровольного медицинского страхования, то теперь он становится не нужен и соответственно из шаблона трудового договора с таким работником нужно будет исключать реквизиты полиса ДМС или договор с медицинской организацией. То есть кроме того, что нужно будет внести изменения в местные локальные акты, то есть положение об оплате труда, трудовом распорядке и так далее, нужно будет еще обратить внимание на договора с ВПХшниками и пересмотреть шаблоны этих документов. еще один момент это воинский учет, то есть я говорила про это немного раньше, но поскольку эта тема на данный момент еще вполне себе актуальная и все работодатели должны вести воинский учет, это закреплено в законе и на экране вы видите ссылки по каким пунктам и какого закона это необходимо делать, то вот здесь вот, ну кроме того, что мы должны сдавать три отчета о мобилизации военкоматы и увеличены штрафные санкции за нарушение, то следует обратить внимание и на ведение воинского учета. Если до этого очень многие некрупные предприятия этим не сильно озадачивались, потому что не было ни ответственности за отсутствие учета, ни необходимости сдавать какие-то отчеты, то теперь ситуация изменилась. А вот теперь соответственно мы сейчас перейдем в демо-базу и посмотрим как это сделать, если вдруг вы не вели воинский учет до текущего момента. какие сведения мы должны предоставлять в военкомате? Ну, во-первых, сведения о приеме или увольнении граждан, которые подлежат воинскому учету. Здесь мы должны в течение двух недель с даты приема на работу или увольнения с работы подать такое уведомление. Также должны подать сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о несостоящих, но обязанных состоять на военном учете. Тоже в течение двух недель с даты получения запроса от соответствующего военкомата или, может быть, из органов местного самоуправления. Также необходимо будет подавать список граждан мужского пола 15-16-летнего возраста ежегодно до 15-го сентября. Следующий документ это список мужчин, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет в следующем году. То есть, если вы, допустим, в этом году подавали, что он у вас 16-летний, значит, с 18-ти лет он уже у вас войдет в другой список и тоже этот список вы должны подавать ежегодно до 1-го ноября. Ну и, соответственно, должны подаваться сведения об изменениях семейного положения, образования, переводе структурного подразделения из одного в другой внутри организации. Ну, собственно, все его паспортные данные, образование и так далее. в этом случае дается также две недели на то, чтобы сообщить такие сведения две недели с момента изменения. А вот теперь смотрите, что у нас получается. То есть, если вы ввели воинский учет, у вас все это было уже настроено и работало, то здесь волноваться не о чем. А вот в основном это, конечно, касается крупных предприятий, где кадровый учет построен уже изначально на автопилоте, а вот для некрупных организаций, которые не вели такой учет, здесь может возникнуть сложность. Какая сложность? То есть, при работе с ERP конкретно многие блоки изначально не отражаются самой конфигурации. Для того, чтобы они включились в работу, необходимо сделать некоторые настройки. То есть, если в бухгалтерии, например, у нас сразу все разделы мы видим и можем работать с этими документами, то в ERP ситуация немножко другая. Для того, чтобы вести воинский учет, необходимо активировать этот подраздел. Сейчас мы с вами переключимся в демо-базу и посмотрим это, так сказать, руками, потрогаем, а пока я покажу в слайде, где это написано. Еще один момент до того, как мы будем смотреть. Я хочу обратить ваше внимание, что в ERP практически полностью перенесен блок из зарплаты кадров. То есть, что кадровый учет, что расчет заработной платы, эти подразделы практически идентичны. Сохранена и функциональность в основном интерфейсе. Так что смысл показывать на двух конфигурациях, отдельно на зарплате, отдельно на ERP в нашей ситуации нет. Поэтому я буду показывать это на демо-базе ERP. Значит, мы переключаемся NC и администрирование и редактируем блок кадровый учет. То есть, для того, чтобы его вести, нам необходимо вот есть раздел воинский учет, проставить флажки, ведется воинский учет и обратите внимание на следующий пункт, ведется учет бронирования граждан на период мобилизации и на военное время. Значит, соответственно, если мы проставляем здесь флажок, то у нас появляется возможность работать с бронированием сотрудникам. И, собственно говоря, после того, как мы сделали вот эти настройки, мы должны зайти в свою организацию или, если у вас несколько юридических лиц, мы должны зайти в юридическое лицо, которое вы хотите настроить и открыть сведения об организации. и здесь вы видите, есть у нас общие сведения, регистрационные данные, учетная политика и закладочка зарплата и кадры. Значит, мы переходим на эту закладочку и внизу у нас имеется подраздел воинский учет. Если мы переходим по ссылочке изменить, то у нас появляется вот такое меню выбора. А сейчас мы с вами переключимся на демо-базу. и сделаем это же самое, только уже ручками посмотрим, что у нас там еще есть, какие возможности у нас есть. Значит, мы идем в раздел НСИ и администрирование и идем в настройки НСИ и разделов. Выбираем раздел кадры. То есть, хочу обратить ваше внимание, в принципе, те, кто работают с этой программой давно уже это знают, но на всякий случай. раздел НСИ и администрирование у нас входят общие сведения, общие настройки и так далее. И вот в среднем столбце у нас есть настройки разделов, то есть, так сказать, активация функционала, который здесь предусмотрен, но при установке он не активирован. То есть, кроме того, что вы должны внести сведения о предприятии и так далее, вы должны зайти в те разделы, которые будете использовать и активировать вот такие функциональные опции. Мы с вами заходим в раздел кадровый учет и то, что я вам показывала, вот он у нас воинский учет и соответственно мы ставим флажок, что ведется воинский учет. Если мы предусматриваем, что у нас граждане попадают на бронирование, то ставим вот этот флажок. Обратите внимание, что здесь в принципе есть еще другие чекбоксы, то есть чекбоксы, там такая зеленая галочка, то соответственно нужно посмотреть их, а вдруг у вас они есть. Вот мы ставим здесь отметку, что мы тоже будем работать с бронированием граждан. Соответственно у нас активизировался функционал, который для этого предусмотрен. И дальше для того, чтобы комфортно работать с кадровым учетом и воинским учетом, нужно просмотреть и последующей галочке. То есть вести учет специальностей сотрудников. То есть в этом случае то, что касалось текущей мобилизации, играла большую роль именно учетная специальность сотрудников, которая указана в военном билете и группе первая, вторая. То есть соответственно частичная мобилизация предусматривала призыв граждан определенных воинских специальностей, ну и соответственно там возрастных ограничений. То есть если у вас не ведется учет по специальностям, то вашим кадровикам можно посочувствовать, потому что для них это будет ручная работа и нужно будет физически просить сотрудников принести документы, проверить специальности и так далее. То есть если вы решили все-таки восстановить выноски учет, то лучше сразу проставить вот такую вот отметочку. и еще один момент, что уже достаточно давно в 1S ERP предусмотрена работа с личными кабинетами сотрудников. Вот этот сервис, который вы видите, кабинет сотрудников, настраивается тоже в разделе МСИ администрирования под раздел кадровый учет. То есть вы выбираете где будет храниться информация об личном кабинете, может быть в облаке, то есть это внешние информационные источники или в локальной сети предприятия. То есть в этом случае необходимо предусмотреть место для размещения, но это необходимо предусмотреть вашим IT-специалистам. Подмен, например. Сейчас мы отсюда выйдем, то есть сложочки мы проставили и что еще я хочу на что обратить внимание. Когда первоначально вы запускаете программу, то у вас открывается начальная страница. Это вот такая пиктограммка домик на верхней панели меню. Здесь собственно говоря собраны во-первых информационные сведения о том, что у вас не сделано или какие документы не дооформлены и дальше информация про имеющиеся релизы. Вот как раз видите новая версия 2.5.8.318 а я вам показывала, что у нас версия 2.5.8.64 то есть видите достаточно много изменений. И на что еще хочу обратить внимание это один из лекторий сейчас он публикует очень много изменений очень много вебинаров и лекций по поводу изменений которые происходят в нашем законодательстве. И еще один момент хочу вам показать на что обратить внимание это раздел регламентированный учет и собственно говоря раздел 1С подраздел 1С отчетность. Почему? Потому что в связи с переходом на единый налоговый платеж и объединением фондов практически очень важная и удобная функция это работа с личными кабинетами. Это во-первых и во-вторых это использование дополнительного сервиса 1С отчетность. То есть на самом деле это не только заголовок подраздела но это и дополнительный сервис который позволяет обмениваться с фискальными органами отчетностью переписку вести предоставлять прямо из программы необходимые сведения. Вот если мы сейчас перейдем в регламентированные отчеты то в этом случае мы с вами попадем в общий список отчетности которая была сформирована на предприятии вот такая информационная табличка тоже выскакивает практически всегда когда вы запускаете этот режим и по ссылочке вот здесь можно более подробно почитать про этот про эту доработку про этот сервис в чем ее прелесть то есть это обмен с налоговыми органами минуя оператора связи то есть если сейчас вы формируете какую-то отчетность выгружаете ее в внешний файл и этот внешний файл подтягиваете в программу оператора связи то есть РБИС Астрал ТАКСКОМ ну то есть любого оператора связи то если вы используете 1С отчетность этого делать не нужно можно прямо отсюда выбрать какую-то отчетность и нажать кнопочку отправить она попадет сразу на сайт соответствующей инспекции и вы можете видеть ее статус то есть в работе проверенной и так далее собственно это стандартная функция доступна она всем подписчикам ИТС единственный момент вы ее можете дополнительно приобрести что для подписчиков ИТС Техно за этот дополнительный сервис нужно будет доплачивать а если вы являетесь подписчиком ИТС проф то в этом случае это может быть бесплатно так же как и сервис например по проверке контрагентов то есть для ИТС Техно его стоимость составляет составляла 4800 рублей то есть в расчете на год не такая уж небольшая сумма точно так же и с 1С отчетностью обстоят дела но показать я на самом деле хотела немножко другое то есть когда мы с вами переходим вот в ИТС отчетность то список меню который у нас был расположен в подразделе мы видим вот в этой панельке меню и вот они наши личные кабинеты то есть соответственно нужно потратить время один раз чтобы зарегистрировать личный кабинет на сайте налоговых инспекций ФСС госуслуг ну и соответственно алкоголь регулирования Росприроднадзор обратите внимание что у ФСС есть два личных кабинета первый это предприятие то есть проверки результаты проверок начисленные там штрафные санкции и личный кабинет по работе с электронными листками нетрудоспособности поскольку с этого года они предоставляются только в электронном виде то соответственно такой личный кабинет ну очень удобный и сразу можно проверять и выписку больничного листа и принятие фонда ну то есть короче все сведения по больничным листкам и обратите внимание на статистику то есть ФТС поскольку с этого года статистика начала тоже на практике применять штрафные санкции если до этого это было ну как бы декларируемо но статистика на самом деле не сдавала не не применяла штрафы то с этого года штрафы достаточно существенные если вы например нарушили сроки сдачи отчетности или вообще не предоставили отчет то в этом случае штрафные санкции будут порядка 70 тысяч рублей если такое нарушение произошло повторно то штрафные санкции будут порядка 150 тысяч рублей то есть в принципе сумма существенная поэтому стоит озадачиться тем чтобы зайти на сайт статистики зарегистрировать личный кабинет и проверить какие формы отчетности ваше предприятие должно сдавать на текущий момент поскольку в связи с изменениями могли измениться и списки отчетности или выборки в которые вы могли попасть и соответственно должно быть издавать какую-то отчетность которая раньше вас не касалась ну собственно говоря это вот все что я хотела сказать по личным кабинетам и к сожалению у нас время уже заканчивается мы сейчас с вами снова вернемся в наши слайды и я хотела еще раз показать наверное успеем мы еще немножечко это по поводу того где мы можем посмотреть информацию о всяких изменениях которые сейчас происходят то есть это если вы являетесь подписчиком ИТС вы можете на сайте 1С сделать себе личный кабинет и в этом случае у вас будет доступна методическая поддержка официально абсолютно по линии разработчика то есть 1С и есть ссылки на справочники которые в принципе отражают все действующие изменения и техническую поддержку то есть поскольку вопросов в связи с объединением фондов очень много и не на все из них сейчас могут ответить наши контролирующие фискальные органы то вот этой поддержкой в общем-то придется пользоваться скорее всего достаточно часто и еще один момент по единому налоговому платежу поскольку с 1 января это уже должно заработать то соответственно к 1 января каждому налогоплательщику должна открыть единый налоговый счет и на нем должно быть сформировано начальное сальдо то есть начальное сальдо это фактически разница между тем что вы заплатили налоговую тем что она начислила но начислила с учетом недоимок и пени штрафных санкций то есть информация будет браться из программы налоговой инспекции по состоянию на 31 декабря соответственно может получиться что у вас переплата неважно по каким налогам переплата главное что общая сальдо будет положительным либо нулевым либо отрицательным то есть если у вас недоимка превышает какие-то переплаты которые есть по другим налогам ну во-первых в этом году есть возможность сделать зачет написать письмо и сделать зачет если у вас например переплата по прибыли или по НДС вы можете зачесть ее в счет страховых взносов обратите внимание раньше такой возможности не было если же зачитывать у вас нечего и сальдо у вас остается отрицательным то есть полная стопроцентная возможность начать новый год с того что вам приходят требования от налоговой службы и приходит блокировка расчетного счета значит требования об уплате задовольности налоговая может выставить не обязательно 10 января она может выставить в течение трех месяцев но если недоимка меньше чем 3000 рублей то такое требование вам может прийти в течение года но естественно если у вас недоимка крупная то налоговики побеспокоятся чтобы вы получили требования ну если не на новый год то как минимум после новогодних каникул поэтому что очень важно сделать очень важно в конце декабря сделать сверку в идеале это лучше делать в 25 числах то есть когда вы уже знаете что платежи которые вы перечислили например в начале декабря попали в налоговую и разнесены и соответственно взять с ними сверку чтобы понимать что вас ждет после новогодних праздников сверка у вас может быть несколько типов то есть если вы берете справку о состоянии расчетов то эта справка показывает только итоговые цифры и соответственно по каждому налогу вы видите только итог на конкретную дату когда вы запросили сверку то есть это будет свернутая сальдо и если вы видите какую-то переплату то скорее всего это авансовые платежи а не переплаты то есть поскольку отчетность должна быть подана за год уже в следующем году то авансовые платежи у вас попадут в переплату выписка по операциям с бюджетом вот это самая комфортная для бухгалтера форма она отражает операции за конкретный период ну соответственно видно где были переплаты где были начисления где была разнесена декларация с его показателями и в общем-то для бухгалтера эта форма позволяет следить что например какая-то сумма попала не на тот КБК разнесена не на тот налог акция от местной сверки расчетов это обычно официальный документ который фиксирует что по каким-то конкретным видам налогов зафиксировано такое-то сальдо обычно это требуется для аудиторов при аудиторских проверках и так далее то есть не забудьте о том чтобы произвести сверку с налоговой инспекцией в декабре месяце и встречать Новый год уже не вслепую а понимая что у вас будет отражено на едином налоговом счете сейчас мы снова вернемся с вами к началу то есть к титульным листам и я хочу еще раз обратить ваше внимание на контакты на телефон и электронную почту и на наш сайт и еще раз пригласить вас обращаться с вопросами мы будем рады помочь вам и со сложными ситуациями и с любым спектром услуг которые касаются семейства вагином это и продажа и настройка и доработка и решение каких-то ситуаций когда что-то не работает или что-то не случается то есть приглашаем вас сотрудничество и будем рады новым встречам на этом разрешите попрощаться всего вам доброго хорошего дня субтитры